Одна из задач программы губернатора Московской области – войти в пятерку ведущих регионов по уровню развития доступной среды, которая с 2018 года успешно реализуется в Ленинском городском округе – создание дорожно-транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Понижается бордюрный камень на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта. За прошлый год оборудовано свыше 35 объектов. В году текущем их количество увеличилось вдвое. В данном случае используется маршрутоориентированный подход. То есть мы берем маломобильного человека, ну допустим передвигающегося на инвалидном кресле, и мы его спрашиваем по какому маршруту он передвигается и какие конкретно точки и бордюры ему нужно понизить. В этом году в проекте задействовано 25 человек с ограниченными возможностями. Четверо из них имеют стойкие нарушения зрения, остальные передвигаются на инвалидных колясках. Средства выделяются из бюджетов муниципалитета, сельских и городских поселений, задействованы и в небюджетные деньги. Всего в 2018-2019 годах на реализацию программы потрачено более 7 миллионов рублей. За качеством выполнения работ следят сотрудники организации Дорсервис. Данная работа здесь обходится в 2-3 дня. Нужно сначала вырезать срезы старый асфальт, понизить борта, и на это уходит время. И потом заказывается асфальт сразу на несколько точек, приводится и делается. Осталось порядка еще 20 точек, где нужно сделать. Также в рамках программы «Доступная среда» в Ленинском городском округе устанавливаются тактильные поверхности. С помощью них слабовидящие люди понимают, что начинается проезжая часть. Представители компании-подрядчика обещают закончить все работы до выхода постановления Министерства транспорта Московской области о прекращении данного вида деятельности в связи с погодными условиями. А значит завершаться они в начале ноября. В любой работе есть форс-мажоры, но мы оперативно быстро реагируем. И заказчик наш всегда нам помогает и подсказывает. Поэтому здесь, я думаю, никаких проблем со сроком окончания не будет. Администрация Ленинского городского округа не собирается останавливаться на достигнутом. Анкетирование людей с ограниченными возможностями для составления маршрутов комфортного передвижения инвалидов теперь продолжится вне рамок проекта. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.